Всем привет! Что ж, последний ролик в этом году. Я хочу вам всем подарить немножко новогоднего настроения. А с чем у вас ассоциируется Новый Год? Кроме разве что мандаринов, подарков и ёлки. Лично для меня, ещё один важный атрибут Нового Года это снег. Да, не всегда он бывает, как говорится, у природы нет плохой погоды. Но давайте посмотрим, в каких играх Rockstar Games есть снег. Мы будем рассматривать игры, что вышли после 2001 года. Так что давайте начнём. Впервые на моей памяти в мире Rockstar снег появился в GTA San Andreas. Да, только правда в одной миссии. И то не в самом штате San Andreas, а в городе Liberty City. Разумеется, как вы все знаете, в игре есть часть города, и то не особо большая. Однако обратите внимание, как заснежены улицы, сколько снега лежит на домах, сколько снега на эстакаде метро. Возможно из-за снегопада там просто перестали ходить поезда. Что ж, раз мы говорим о Liberty City, то давайте поговорим о игре GTA Liberty City Stories. В игре может выпасть снег, правда во время побочного задания продажи автомобилей. Однако, имея чит-девайс, мы можем запустить снег в любое удобное нам время и наслаждаться снегопадом в городе. Увы, конечно, снег сразу же тает, как попадает на землю. Так что сугробов ждать нам здесь не придётся, зато видимость действительно станет хуже. Следующая игра Rockstar Games не поскупилась на смену времён года. Мы можем с достоинством оценить старания разработчиков в игре Bully. Ещё одна интересная деталь. Прохожие ученики одевают одежду по сезону, что действительно круто для такой старой игры, согласитесь. Да и зимние миссии в этой игре мне очень даже по душе. По крайней мере, они каким-то позитивом новогодним рождественским заряжают. Далее снег появляется в первой части игры Red Dead Redemption. Что ж, вы знаете, что моя карта захвата приказала долго жить. Зато как хорошо, что я ещё в 2013 году снимал по этой игре ролики. И как раз в этой части карты, где всегда лежит снег, у меня был ролик. Поэтому я возьму хронометраж отсюда. Эта местность в игре называется Tall Trees. Я уже предвкушаю, что в комментариях вы строчите, а как же первая часть Max Payne. Друзья, как мы все знаем, в первой части Rockstar Games имеет совсем косвенное отношение. Да, конечно, я соглашусь, снегопад там очень атмосферный. Но всё-таки не забываем, что это игра от Remedy. А вот третью часть я вполне себе могу включить в этот ролик. Действие четвёртой главы происходит в Заснежном городе. Пожалуй, это моя самая любимая глава в этой части. Очень отлично передаёт атмосферу зимы, обречённости. Ну, в общем, в духе первой части. Поэтому третья часть Max Payne, разумеется, здесь будет, и я вам её показываю. А теперь поговорим о GTA V. Я думаю, все знают, что снег есть в месте под названием Северный Янгтон, где происходили аж две сюжетные миссии. Кстати говоря, этот кусок карты достаточно большой и неплохо детализирован, что, разумеется, не может не радовать. Сравните с Liberty City и с GTA San Andreas. Земля и Нема. Ну и понятно, конечно, сколько же лет прошло. Ну и больше он задействован, чем Liberty в San Andreas, согласитесь. Ну и, конечно, я не могу не отметить GTA Online. С 22 по 25 декабря тут тоже выпадает снег. И Заснежный Лос-Антос это уже в порядке вещей. Что ж, друзья, переходим к RDR 2. Тут игра начинается с бури, что показывает, что климат в игре достаточно суровый. Ну и, конечно, в любой момент игры мы можем попасть в эти края, бродить по снежному лесу и горам. Кстати, вот здесь как раз-таки самые настоящие сугробы. RDR Online тоже, тоже с 22 по 25 декабря, позволяет наблюдать снег в любой точке карты. Что тоже, разумеется, круто и атмосферно. Правда, это происходит всего лишь по этим дням. Ну и если, конечно, нам нужен очень сильно снег в RDR, то мы знаем, куда нам ехать, правильно? Ну что ж, друзья, вот такой получился ролик. Не скажу, что он самый сложный, самый наполненный фактами. Он скорее просто расслабляющий. Я думаю, я вам поднял настроение, потому что, может, у кого-то сейчас вообще снега нету или не был новогоднего настроения. А так, взглянув на виртуальный мир со снегом, у кого-то из вас хоть чуть-чуть появится новогоднее настроение. Что ж, друзья, ну вы тоже не забудьте сделать мне подарок, поставить класс под этим роликом, написать комментарий, кто не подписан, подписаться. Ну, я думаю, кто-то найдёт для себя что-то познавательное и интересное. А те, кто подписан на канал, разумеется, вас с наступающим Новым Годом или с наступившим, в зависимости, когда вы смотрите ролик, Всем спасибо за просмотр, ставьте классы, всем пока!